Но тем временем до конца октября во всех школах региона пройдут уроки, посвященные вопросам инклюзивного образования. 193 страны, включая Россию, решили одновременно поднять эту тему в образовательной среде. Цель занятия привить толерантное отношение к сверстникам-инвалидам, как в Тюменской области проходят школьные будни особых детей, расскажет Ангелина Лисько. От слова «утка» можно отразовать слово «утильный». Семиклассница Лиза делает успехи в учебе, хотя зрение ее подводит с рождения. Все проблемы от крайне редкой патологии, а не ридия. Это когда радужка глаза отсутствует совсем. С таким заболеванием в мире примерно 300 человек, лишь единицы с сохранным интеллектом. Люблю вообще новое узнавать, интересное. Люблю всякие трудности. Чем труднее, тем интереснее. Мештаю занять какую-нибудь творческую должность. Учится она в обычном классе, несмотря на то, что в свои 15 уже перенесла и рак, помогли многочисленные сеансы химиотерапии. Девочка увлекается музыкой, пишет книгу, играет в шахматы. Это ее очередной мастер-класс по игре на гитаре. Второй палец на пятой струне и третий палец на четвертой струне. Звучит оно так. Среди сверстников больших друзей нет, но вот собеседников Лиза находит легко. Все благодаря учебе в общеобразовательной школе. Год девочка обучалась и на дому. Она не видит людей, она замыкается, интерес утрачивается. То ли тут в виде соревнований, а я вот это вот досказал, а я вот это вот узнал. Поэтому только за посещение общеобразовательного заведения. Витамины – это биологически активные, жизненно важные, органические соединения. И тех школьников, которые в состоянии учиться только дома, тоже вовлекают в коллектив. В 36-й школе Тюмени действует ресурсный центр. Это совмещенный урок десятиклассников и ребенка, который находится на дистанционном обучении. Совместно они изучают различные темы, в данном случае по биологии. Связь по скайпу – это возможность присутствовать на уроке в ресурсных центрах, которых в Тюмени-3 – это популярный метод работы. У каждого учителя свой график выхода на связь. Ну и осталось нам еще с тобой нарисовать нижние части крылыши. Некоторые предметы вообще не ведутся. Мы можем вот такие услуги оказывать – ИЗО, компьютерная графика, информатика. Только в Тюмени доп. услуги в таких центрах получают 70 ребят. Англина Лисько, Евгений Проскуряков, Тюменское время.